Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами будем решать задачи на законы постоянного тока. Сегодня мы с вами познакомимся с несколькими алгоритмами решения задач по этой теме. Первую задачу я подобрала так, чтобы рассмотреть целый цикл таких вот задач, где что-то происходит с геометрическими размерами проводника. Вот в первой задаче посмотрите. Во сколько раз изменится сопротивление проводника без изоляции, если его согнуть пополам, а затем скрутить? Что происходит с геометрическими размерами нашего проводника? Мы его сгибаем пополам, то есть мы длину уменьшаем в два раза. А что значит скрутить? Это значит, что площадь поперечного сечения у нас увеличивается в два раза. Есть много задач на эту тему, но все они сводятся к одному. Итак, записываем, какими будут геометрические размеры нашего проводника после того, как мы что-то с ним сделаем. То есть длина у нас уменьшится в два раза, а площадь поперечного сечения увеличится в два раза. Что значит во сколько раз изменится? Это значит, нам надо найти отношение наших сопротивлений. Обращаем внимание, что само вещество, из которого изготовлен наш проводник, не меняется. То есть удельное сопротивление у нас будет одним и тем же. Итак, запишем сопротивление проводника по формуле сопротивления до того, как его согнули. R1 равно ρL1 делить на S1. А теперь после скручивания R2 равно ρL2 делить на S2. Подставим наши данные и получим, что сопротивление второе после подстановки данных равно ρ умножить на L1 и делить на 4S1. Если мы возьмем теперь соотношение или отношение двух наших сопротивлений, мы получим число 4. То есть наше сопротивление уменьшится в 4 раза. Почему я говорю уменьшится? Потому что мы берем отношение первого сопротивления ко второму, и оно равно 4. Уменьшится в 4 раза. Задача решена. Второй вид задач связан с работой, с какой-то механической работой, которую совершают электрические двигатели. Причем здесь встречается очень часто еще и коэффициент полезного действия данных устройств. Ну, вот такая задача. Какую работу совершает двигатель полотера за время, равное 30 минутам, если он потребляет в цепи с напряжением 220 вольт, ток силой 1,25 ампер, а его коэффициент полезного действия равен 80%. Хочу сразу вам дать такую маленькую, ну, как подсказочку. Во всех задачах, где даже просто встречается КПД, то есть надо его найти, или оно известно, коэффициент полезного действия он, да, мы всегда начинаем решение задач с определения коэффициента полезного действия. Что такое коэффициент полезного действия? Это отношение полезной работы ко всей затрачиваемой работе, или отношение полезной энергии ко всей затрачиваемой энергии. Ну, давайте вернемся к задаче. Итак, переводим наши величины в систему Си. Время 1800 секунд, напряжение 220 вольт, сила тока 1,25 ампер. А вот КПД я сразу перевела в числа, что очень удобно. То есть 80% мы записываем числом 0,8. Требуется найти механическую работу полотера. Итак, КПД – это отношение механической работы, а именно она идет на пользу к той работе, которая затрачивается. А что у нас затрачивается? У нас затрачивается работа электрического тока. Отсюда механическую работу мы выражаем, как КПД умножить на работу электрического тока. Работа электрического тока по определению произведения напряжения на силу тока и на время. Если мы подставим эту формулу механической работы, то получим вот такую формулку. То есть механическая работа равна КПД умножить на напряжение, на котором работает двигатель нашего полотера, на силу тока в этом двигателе и на время работы полотера. Подставив числовые данные, мы получим, что механическая работа равна 396 тысяч джоулей или 396 киложоулей. Задача решена. Следующая задача. Следующий тип задач – это задача на нахождение напряжения или силы тока в конкретных каких-то сопротивлениях, в каких-то конкретных нагрузках. Здесь я выбрала полную цепь с источником тока. Очень часто такие задачи встречаются на участок цепи, то есть только берется участок цепи. Но задача всегда одна и та же – найти силу тока в проводниках, либо найти напряжение на этих проводниках. Нашей задачей требуется найти силу тока в сопротивлении R4. Известно ЭДС источника тока, его внутреннее сопротивление, известны значения всех четырех сопротивлений. Решаем задачу. Нам даны все четыре сопротивления – ЭДС источника тока, внутреннее сопротивление, и требуется найти силу тока в четвертом сопротивлении. Вот здесь. Для решения задачи нам понадобится закон Ома для полной цепи, он перед вами, и формула общего сопротивления. Здесь у нас два сопротивления соединены параллельно. Я обозначила общее сопротивление R34, и общее сопротивление всей цепи равно сумме трех сопротивлений R1, R2 и R34. Ну, давайте найдем сопротивление двух параллельно соединенных проводников, третьего и четвертого. Мы находим по формуле упрощенной, как произведение на сумму R3 умножить на R4 делить на R3 плюс 4. Получаем 1,5 Ома. Если мы теперь вычислим общее сопротивление всей цепи, получается 1,5 плюс 2 раза по 1,75, получается 5 Ом. То есть общее сопротивление всех четырех сопротивлений у нас 5 Ом. Подставляем закон Ома для полной цепи. Производим вычисление и получаем, что общий ток, который проходит через эти сопротивления, 0,5 А. То есть общий ток вот по всей цепи идет такой. Но на сопротивлении третьим и четвертым наш ток делится на две веточки. Поэтому для того, чтобы найти этот ток, мы найдем напряжение на этих двух сопротивлениях, на третьем и четвертом. Я это напряжение обозначила У с индексами 3,4. И по закону Ома для участка цепи это напряжение равно силе тока, которая подходит к этому сопротивлению, на сопротивление R3,4. Если мы вычислим, получается 0,75 В. Теперь, зная напряжение, а оно при параллельном соединении абсолютно одинаковое для двух сопротивлений, мы можем найти силу тока на четвертом сопротивлении. То есть сила тока по закону Ома для участка цепи – это отношение напряжения У3,4 к сопротивлению конкретному R4. Получается 0,125 А. Задача решена. Ну а теперь переходим к задаче на правила Киргофа. Посмотрите, перед вами вот такая цепь. Два параллельно соединенных источника тока с известными ЭДС и внутренними сопротивлениями. И эти источники тока замкнуты на какую-то нагрузку сопротивлением R. Найти силу тока через эту нагрузку, то есть через сопротивление R. Теперь решаем задачу. Задача дана в буквенном варианте. Числовых значений нет. Давайте обратим внимание на нашу схему. Нашу схему по правилам Киргофа мы можем разбить на два замкнутых участка. Один замкнутый участок, где у нас участвуют только два источника тока. И второй замкнутый участок, где участвует второй источник тока и нагрузка. Запишем законы Киргофа для вот этих участков. Итак, первый закон Киргофа. Вот здесь два узла у нас с вами. В этих узлах у нас токи соединяются. То есть общий ток, так смотрите, ток от первого источника тока, ток от второго источника тока, соединяется в узле и образует общий ток. Общий ток равен сумме двух токов. Теперь контур первый. Выбираем направление обхода и записываем. Обратите внимание, если посмотреть, как у нас соединены эти источники тока, они соединены навстречу друг другу. Поэтому записываем ЭДС минус ЭДС 2. И с другой стороны у нас ток И1, а И2 у нас навстречу, против обхода идет. Поэтому сила тока первая на внутреннее сопротивление первого источника тока минус сила тока вторая на внутреннее сопротивление второго источника тока. А теперь второй контур. У нас есть только одна ЭДС. Вот она в этом контуре. Но два сопротивления. Это внутреннее сопротивление второго источника тока и сопротивление нагрузки. Через источник тока течет у нас сила тока И2, а вот через нагрузку у нас течет уже общий ток. Получается система из трех уравнений. Решая эту систему уравнений, мы получаем вот такое интересное выражение для силы тока в нагрузке. Все величины нам известны. Если бы были числовые значения, мы бы их подставили и нашли конкретное значение силы тока. Вот это задача на применение законов Киркопа. Мы с вами разобрали четыре вида задач по законам постоянного тока. Урок окончен. До свидания.